Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео я хочу с вами поделиться информацией о том, как почистить ваш Mac, если вы пользователь Apple, если у вас MacBook, и вы заметили, что место на вашем Mac стало заканчиваться. Мне постоянно, например, стало выскакивать окошко в правом углу, говорящий о том, что место на вашем Mac заканчивается или совсем уже закончено. И самое элементарное, что в этот момент нужно сделать, это, наверное, знает каждый пользователь Mac, но если вы новичок, то для начала посмотрите ваше хранилище. То есть нажимаем на яблочко в левом верхнем углу, нажимаем об этом Mac, и, соответственно, у вас откроется вот такое окошко. Здесь мы нажимаем на кнопку «Хранилище», и вот сейчас мне очень приятно, что сегодня я с этим разобралась, и здесь у меня уже освободилось 63 гигабайта. Хотя, ну, еще сегодня, пару часов назад, у меня здесь показывало 6 гигабайт свободных, и то это случилось уже после того, когда я почистила Mac. То есть я удалила все возможные фотки на съемный диск, я удалила все видео, какие только возможно, и даже после этой чистки у меня оказалось свободных всего 6 гигабайт. Ну и, соответственно, я начала копать дальше, перешерстила кучу информации в интернете, и вот сейчас скажу вам еще дальнейшие действия. Если вдруг вы, так же, как и я, ну вот открыли, увидели здесь, что у вас мало свободного места, вы нажимаете на кнопочку «Управлять», и здесь вам показывается, где у вас занято место. То есть, например, у вас может быть много места занято в документах, вы тогда заходите в документ, фильтруете ваши документы по размеру, видите максимальный размер, то есть файлы с максимальным размером, выбираете, допустим, какой-то из этих файлов, нажимаете «Показать» в файндере, и, соответственно, уже оттуда его либо удаляете, либо переносите там на съемный диск. Но, возможно, это вам так же не поможет, так как вот я же говорю, я удалила все возможные файлы, какие я могла, но мне это не помогло. То есть программы, если я нажимаю «Программы», то я практически не пользуюсь Word и Excel, все делаю в онлайне, но Microsoft Word занимает 2 гигабайта, а с этим ничего не поделаешь. Вот, то есть когда уже вы посмотрели, что все программы вам нужны, документы всевозможные удалили. И у меня вот сейчас, опять же, приятно видеть, что система занимает 38 гигабайт, хотя еще час назад она занимала 88, даже 95 гигабайт. Так как я вообще не профессиональный там айтишник и хакер, я вообще не понимаю, где, что нужно сделать. Но сейчас я вам расскажу простым языком, что я узнала в интернете и что мне помогло. Значит, вы заходите на свой рабочий стол, если вы уже удалили всевозможные документы и увидели, что система именно у вас занимает больший объем памяти, вы заходите на свой рабочий стол, нажимаете вот здесь вверху вкладку «Переход» и зажимаете на клавиатуре кнопку «Альт». Нажимаете «Альт» и видите, что вот здесь появилось слово «Библиотека». Нажимаете на эту библиотеку. И вот тут вы можете профильтровать все вот эти папки, чтобы они находились по размеру и, соответственно, определить, какие папки у вас сейчас занимают самый такой большой объем, где вот эти скрытые файлы, которых, на первый взгляд, не видно. У меня самый большой объем, это была, конечно, программа, наверное, у меня «Телеграм», как оказалось, и это было огромное просто скопление файлов от программы ScreenFlow. Но, возможно, у вас это будут какие-то другие программы, которыми вы постоянно пользуетесь. Значит, как я нашла, у меня была самая большая папка, это вот это вот групповые контейнеры. То есть я нажала на свойства и увидела, что вот сейчас тут 7 гигабайт, а когда я первый раз ее раскопала, то здесь было больше 50 гигабайт. И, соответственно, эту папку я начала, знаете, вот раскрывать и смотреть, что в ней находится. Здесь вот, соответственно, вот оно опять, вот этот файл ScreenFlow, который сейчас, я записываю это видео, видимо, он здесь уже сейчас отображается. Когда я первый раз открыла эту папку, я увидела здесь такой же документ, который занимал 35 гигабайт. Я очень обрадовалась и сразу его удалила. То есть это то, что я в первую очередь искала. После этого я посмотрела на вот эти файлы. Они по-прежнему занимали, ну, в целом, очень большой объем. И вот если сейчас, давайте посмотрим, сколько оно занимает. Кстати, вот в прошлый раз у меня точно так же я их открыла. Ну, такой уж я пользователь. И увидела, что в основном все файлы, все, вернее, папки, они вот такие с нулевыми килобайтами. И оказалось, вот несколько, две папки, вернее, их была одна вот 6 гигабайт. Она так у меня и осталась с данными офиса и решила их не трогать. И была еще одна папка, которая занимала 40 то ли 50 так же гигабайт. И когда я посмотрела, что это за папка, оказалось, что это папка программы Telegram. То есть все видео, картинки, которые я получала или отправляла кому-то в Telegram. Соответственно, они вот здесь где-то фиксировались, хранились как временные файлы. И все, что я сделала, я зашла в Telegram и почистила его, удалила там временные файлы. Ну, соответственно, это можно было сделать и вот здесь в системе. Вот эта папка, которая весила у меня порядка 50 гигабайт. Вот. То есть таким вот простым способом в самый верный путь это вы заходите в вкладку переход, зажимаете клавишу Alt либо Option у себя на клавиатуре и попадаете в библиотеки. Вот. Библиотеки. Ну и, соответственно, здесь уже определяете самые большие папки и будьте осторожны. Ничего другого не удаляйте. Скорее всего, это именно те программы, где вы создаете либо передаете видео и так дальше. Видео и картинки. То есть именно эту информацию вам нужно будет удалить. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк. Пусть оно раскручивается и поможем другим пользователям Apple также очистить систему. И я думаю, если здесь еще покопаться, можно еще почистить. Если вдруг возникли какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях и я с удовольствием на них отвечу. Буду рада, если правда это видео для вас было полезным. Пока-пока. На связи с вами была Ольга Барабанова. До скорых встреч. Если еще что-нибудь раскопаю, обязательно поделюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!